Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Амиши живут дольше и стареют значительно медленнее благодаря мутации в одном из генов, сообщили ученые. Многие члены общины Амиши имеют генную мутацию, которая замедляет процесс старения и продлевает их жизнь в среднем на 10 лет. Эта редкая мутация защищает ее носители от диабета второго типа, риск развития которого повышается с возрастом. Ученые надеются, что это открытие поможет больше узнать о том, как протекают процессы старения на клеточном уровне и создать препараты, позволяющие продлить жизнь других. Среди Амишей очень редко встречаются рака и сердечно-сосудистые заболевания. Объяснить такое достаточно просто. Амиши не употребляют алкоголь, почти не курят табак, питаются очень скромно, не употребляют много калорий, не едят много сладкого и фастфуд. К тому же все Амиши много работают физически, сеют и пашут, собирают рожаи, строят дома, пасут скот. Поэтому среди них не распространены те болезни, которым подвержены жители современных мегаполисов. Вероучение Амиши основывается на строгом, почти буквальном толковании Библии. Жизнь Амиши отличается простотой. В основном они живут в деревнях, занимаются сельским хозяйством, носят простую одежду и отказываются от использования современных технологий. В настоящее время большинство Амишей проживают в США и Канаде. На протяжении многих поколений Амиши вступают в брак только с единоверцами. Численность общины довольно быстро растет. При высокой рождаемости очень низкая младенческая смертность. К слову, Амиши освобождены от уплаты налогов, и это положение закреплено в законе. Государство пошло им на уступки, потому что Амиши все равно не пользуются никакими социальными благами, не принимают от государства пенсии, выплаты по инвалидности, почти не пользуются больницами, не пользуются страховками, не могут быть призваны в армию. Амиши даже говорят на своем языке, в пенсильванском диалекте немецкого. Амиши не пользуются интернетом, не смотрят телевизор, так как это может искусить их, и они уйдут грешить во внешний мир. На их конных повозках часто стоят солнечные батареи, которые заряжают аккумуляторы для питания фонарей, хотя есть и ультраконсервативные общины, которые используют керосиновые фонари. Также Амишам запрещено слушать и сочинять музыку. Единственное исключение – губная гармошка. Еще у Амиши есть книга песен, которой уже много сотен лет. Иногда они собираются и акапелло поют эти песни. В них речь идет о муках, гонениях, через которые они прошли, и о том, как вести богоугодную жизнь. Движение зародилось в Альзасе, на востоке современной Франции. Ее основатель – выходец из Швейцарии, священник по имени Якоб Аман. Учение Амишей подверглось преследованию, после чего они стали массово переселяться. В 30 штатах нашей страны проживает свыше 350 тысяч взрослых и детей. Для Амишей принципиально важны такие черты характера, как смирение и отказ от насилия. Церквей или молельных домов Амиши не строят. Встречу проводят в домах верующих из общины или в амбарах. Все женщины носят длинные волосы, собранные в один или два тугих пучка. Стрижки у них под запретом. А еще под запретом велосипеды. Но такой вид транспорта, представляющий собой нечто среднее между самокатом и велосипедом, очень популярен. Пожалуй, по популярности он на втором месте после конных повозок. Особенно часто можно увидеть молодежь, едущих на таких скутерах в школу. Некоторые общины сделали из своей культуры, заманчивая предложения для туристов. Кто-то организовал онлайн-магазин сувениров, кто-то прогулки на багги по местам, где живут Амиши. Также можно остаться в доме у Амиши, выбрав место для ночлега среди множества вариантов. А знаете ли вы, что романтический триллер 1985 года «Свидетель» снимали в Пенсильвании? Детектив Джон Бук, его играет Харрисон Форд, расследует убийство тайного агента из отдела по борьбе с наркотиками, происшедший на железнодорожном вокзале. Случайным свидетелем этого убийства становится маленький мальчик из общины Амишей. В картине в эпизодической роли снялся танцовщик Александр Годунов. Дэниел Байлар – сыровар. Каждую пятницу он возит на местный фермерский рынок чеддер, камамбер и другие сыры. Почти все делает вручную или с помощью давно устаревших, на первый взгляд, приспособлений. Основной смысл существования общин Амишей – изоляция от внешнего мира. Не стоит думать, что члены общины в принципе не имеют права пользоваться телефоном или автомобилем, если это вопрос жизни и смерти. У большинства Амишей колебаний не возникает. То, что само собой разумеется для одних общин, противоестественно для других. В самых консервативных общинах коров до сих пор дует только руками. Насколько община позволяет себе пользоваться современными технологиями в основном зависит от ее близости к центрам урбанизации. Отдельный вопрос – использование автомобилей. В первой половине XX века Амиши все как один отвергали такую возможность. Но время не стоит на месте, и хотя большинство по-прежнему передвигается на гужевом транспорте, практически во всех поселениях распространена практика найма грузовых и специализированных автомобилей для строительства и бизнеса. Пожалуй, самым ярким эпизодом консервативной жизни Амишей, когда старый уклад столкнулся с желанием жить комфортнее, является история, произошедшая в середине 80-х в общине городка Клирбрук. До 1985 года Амиши, кроме сторонников нового обряда, старались избегать такого достижения цивилизации, как холодильник. Для хранения продуктов использовался лед. К концу XX века сервис по доставке льда настолько деградировал, что это причиняло Амишам множество неудобств. Те, кого эта ситуация не устраивала, нашли решение, раз не Амиши пользуются электрическими холодильниками, а прогрессивные Амиши бензиновыми, то ничего страшного не будет, если консерваторы будут пользоваться керосиновыми. Епископы, поколебавшись и посовещавшись, разрешили использование керосиновых холодильников, но только не епископ Элмер. Священнослужитель, которому тогда было за 70, твердо стоял на позиции, согласно которой любые перемены – это плохо. Он неоднократно отвергал просьбы представителей общин его церковного прихода, которые просили уже наконец разрешить керосиновые холодильники. Правда, летом 1986 года он внезапно позволил нескольким семьям их купить, но только для того, чтобы через пару недель потребовать выбросить чудо-техники на помойку. Это возмутило членов общины, которые обвинили Элмера в бесчестности. В 87-м недовольство в его приходе достигло максимума. Многие прихожане отказывались посещать его мессы и переходили в другие приходы. Казалось бы, все это должно было вразумить Элмера, но он продолжал стоять на своем. В результате однажды, после общего собрания, старейшины пришли к Элмеру с требованием. Поскольку в общине царит полный хаос, необходимо прибегнуть к внешней помощи. Тот согласился. Для разрешения ситуации выбрали традиционный для Амишей способ решения споров. Элмер выбрал своего независимого епископа, общину своего. Эти два епископа выбрали третьего, который должен был следить за ними и обеспечивать беспристрастность экспертизы. В результате совет епископов постановил, что виноват Элмер. Он не прислушивался к мнению своих прихожан, пугал людей и беспричинно принимал жестокие меры и вообще вел себя грубо. После этого на большом собрании Элмер был отстранен от должности, после чего ушел из города с немногочисленными сторонниками и основал свою церковь. А в Клирбурге практически все обзавелись керосиновыми холодильниками. Амиша любит выражение «раньше было лучше, а все новое от дьявола», но сами не всегда следуют этому. В конечном итоге, быть Амишем или не быть – это дело выбора каждого, кто родился в общине. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До новых встреч в эфире канала Артен.